МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нужна просто смена кадровой политики во многих СМИ, потому что командные высоты в медиапространстве у нас еще с 90-х годов во многих местах держат люди, которые, откровенно говоря, внутри себя являются сторонниками Майданов, Бараков-Обамов, Евросоюзов и прочего-прочего-прочего, искренними сторонниками. Поэтому при малейшей возможности вставить шпильку, они ее вставляют, если раньше они это делали абсолютно беззастенчиво, сейчас, конечно, приходится шифроваться, но, тем не менее, они это делают. И надо это себе отдавать в этом отчет. Это результат промывки мозгов времен поздней перестройки 90-х годов и поколения выросшего на убеждение, что хуже России места вообще нет на земном шаре. Это именно то, о чем все 90-е годы твердили все наши СМИ, эксперты, политики и так далее. Вот они выросли, эти ребята, и пишут свои статьи. Это надо понимать. Теперь, так сказать, по информационной войне в целом. Я бы здесь, так сказать, обратил внимание на то, что просто меняется технологический формат этой войны. Факты больше никого вообще не интересуют. Американцы делают то, что они умеют делать хорошо. Они делают Голливуд. Вот и все. Они апеллируют к эмоциям. И это надо понимать. Это принципиальная системная смена вообще подхода к освещению тех или иных событий. И это в том числе обусловно и технологическим, так сказать, прогрессом в средствах массовой информации. Информация от специалистов переместилась к массовому обывателю. Информация делается в социальных сетях. Доступ обывателя к интернету, доступ обывателя к возможности размещать собственное мнение в интернете, радикально изменила информационную среду. Обывателя не интересуют факты. Он апеллирует к эмоциям и слухам. Американцы это прекрасно поняли и используют это в полном масштабе. Поэтому я полностью поддерживаю, так сказать, призывы к объективному расследованию, к выявлению реальных фактов. Но надо понимать, что эпоха изменилась. И назад она, скорее всего, не вернется. Огромное количество, миллионы, миллиарды обывателей научились нажимать на кнопки, смотреть, так сказать, в экран. И это поднимает их самооценку. Это, так сказать, удовлетворяет их амбиции и, так сказать, трафит вот их тщеславию. Поэтому с ними и работают. Работают не с нами, не с экспертами, не с теми, кто ведет расследование и разбирается в фактах. Работают с массовым сознанием. Массовое сознание реагирует на эмоцию, первое. Второе, на яркость подачи. Это чисто маркетинговый ход рекламный, так сказать, да. Это можно поучиться у обычных рекламщиков. И на массовость распространения. Новый технологический уклад в средствах массовой информации возвращает нас в Средневековье. Когда информация распространяется путем слухов на базарной площади. Люди собираются на базарную площадь, посмотреть на клоунов, карликов, так сказать, всевозможных фриков, без многих, да. И заодно обмениваются слухами. Эти слухи и, так сказать, создают основную, так сказать, матрицу общественного сознания. Американцы это прекрасно поняли и оперируют этим очень умело. Возможно, они к этому шли сознательно. Я не знаю, потому что еще до всех этих вещей, несомненно, Голливуд творил мировую историю через свои фильмы. Он пытается изменять, так сказать, восприятие исторического, так сказать, контекста и современности, и даже будущего через образы, которые внедряются в массовую культуру. И вот массовая культура, как бы, пришла в реальную политику. То, что мы видим сейчас вокруг, в том числе событий на Украине, это массовая культура в реальной политике. Да, несомненно, информационная война идет с Россией. Но направлена она в том числе, как это ни странно покажется, в первую очередь на западного обывателя. Так сказать, эта картинка направлена на западного обывателя, на рядового американца, на рядового европейца, перед которым надо мотивировать действия собственных властей в том или ином эпизоде. Для которых надо объяснить, почему надо делать сейчас так, а потом так, для того, чтобы у этого избирателя, в первую очередь, не возникало бы вопросов. В этом смысле мы видим очень интересную картинку. Золотой миллиард реально живет собственной жизнью. Или даже возьмем Украину. На кого направлена их пропаганда? На нас с вами, что ли? Или на американцев, до которых она не доходит? Или на европейцев? Она направлена на украинских граждан. Не с нами они работают, украинские СМИ, не с нами, а со своим населением. И в этом смысле они, так сказать, несомненно, хорошие ученики своих западных кураторов. Вот эти вещи, видимо, стоит учитывать. И тем не менее, тем не менее, как ни странно, я закончу тем, с чего начал. Все-таки, хотя усилия американцев направлены на то, чтобы факт ничего не значил, я думаю, что для нас как раз с вами факты и должны значить все. Это наша альтернатива. Посмотрите, а что же стало разрушать идиллическую картинку антитеррористической операции на Юго-Востоке? Реальные победы ополченцев, которые невозможно спрятать. Вот ты хоть что хочешь делай, так сказать, если Лавайск сдали, то сдали. Если Лавайск заняли, то заняли. Поэтому, так сказать, наш козырь, ко всему прочему, это реальные дела, которые невозможно будет оспорить. А информационное обеспечение, еще раз говорю, возможно, надо, так сказать, создавать некую кооперацию с теми, кто тоже заинтересован в более объективном освещении событий в мире. Спасибо.